Вы когда-нибудь задумывались о том, как много замечательных людей строят воздушные замки, а потом живут в полном страхе? Я поясню. У них в сознании возведены замечательные замки. Это замок веселья, замок под названием личное счастье. И в этих замках они ведут жизнь, которая их никогда не присыщает. Есть замок успеха, где люди совершают удивительные поступки, прекрасно справляются со своей работой, не допускают глупых ошибок и видят себя достигшими чего-то действительно стоящего. Еще есть замки знакомств, где они видят себя очаровательными людьми в окружении множества друзей, нуждающихся в их обществе. И в этих замках они видят себя самими собой, в своей истинной сущности, свободной, единой жизнью, имеющей шанс добиться любой поставленной цели. Но когда они покидают свои замки и переходят в мир повседневной жизни, то пребывают в унынии и твердят, что невозможно построить свое счастье. Это другие наделены дарованиями и возможностями, способностью к любви и к пониманию. Это у других есть мрамор, гранит и полированный дуб, из которого можно возвести величественный замок жизни. А у меня? Ну, только щепки и глины, из которых можно соорудить разве что лачугу. Но это неправда. Нас никто не толкает от общего к частному, к мелочам. Нас постоянно толкают от мелочей ко все более величественным перспективам. Если только мы откроем глаза, то увидим, что в нашей жизни присутствует все, кроме решимости строить. Решимости признать, что наши воображаемые замки вполне можно построить наяву, в нашей повседневной жизни. Продолжение следует...